МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Елена Катаржина. В ближайшие 20 минут о главных событиях в Великом Новгороде и области. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крестцы поплыли, весеннее половозье принесло потопление почти двух десятков приусадебных участков. Для закона избранных нет. Новый руководитель новгородского следкома Николай Конов о приоритетах в работе и отношениях с властью. Коростынский брексит. Жители поселения, присоединенного к Шимску, хотят вернуть автономию. Последний аргумент письмо президенту. В Крестцы пришла большая вода. Весенний паводок поднял уровень в реке Халова выше неблагоприятных отметок. Пока в зоне потопления в основном хоз постройки. И все же в поселке уже готов пункт временного размещения и организовано дежурство спасателей. С подробностями Вероника Карпесонова. Любители езды по бездорожью в поисках острых ощущений уезжают за сотни, а то и тысячи километров. Жителям поселка Крестцы в этом надобности нет. В период паводка в районе реки Халова и так настоящая экстремальная трасса. Что здесь будет так глубоко, не ожидали ни наша съемочная группа, ни водитель. К счастью, пересекли потопленный участок улицы мы без происшествий. Местные пока эту дорогу обходят стороной. Благо, что жилые дома находятся чуть дальше. Еще неделю назад по улице Новохоловской можно было пройти в обычных осенних сапогах. Теперь здесь плавают утки. Уровень воды на вид примерно сантиметров 30. Впрочем, это только с краю. Помимо самой Новохоловской улицы подтопило еще и 19 дворов. Некоторые из них заброшенные. А жителей остальных такая ситуация не удивляет. Венецию у себя в огороде Валентина Николаевна Шанаева наблюдает каждую весну. К маю, когда приходит пора посемной, вода обычно уходит. Да иногда в мае уйдет. Она уже уходить начала, вот дня 3-4 и уйдет. Мы уже привыкли к этому. Мы не считаем, что это какое-то медствие. Сообщение о том, что Халова вышла из берегов, поступило в МЧС накануне. Сюда сразу направились спасатели. Их вердикт, бить тревогу причин нет. Но, тем не менее, ситуация остается на контроле. Все силы и средства подготовлены к реагированию на возможное ухудшение ситуации. Все, что необходимо, сделано. То есть ничего критичного на данный момент не происходит. Сейчас уровень воды потихоньку спадает. Это подтверждает так называемый гидропост. Отметки на опоре моста через Халову. Каждый час проверяют уровни воды. Можно сейчас наблюдать, что уровень снизился буквально сантиметров на 10-15. Разливается река каждый год. Это связано с особенностями рельефа. Волдайская возвышенность плюс пороги и высокая скорость течения. Уже 6 лет в зоне подтопления по требованию Крестецкой администрации не выдают разрешение на строительство домов. А тех, кто здесь живет много лет, конечно, никуда не переселишь. Люди у нас оповещены все. Под роспись, даны памятки, как действовать. В случае, когда начинается самоподтопление, в постоянном режиме работает группа дежурства. В определенные средства, как плавсредства, так и технические средства. На случай, если вода начнет топить не только участки, но и дома, всех жителей близлежащих улиц эвакуируют. Для этого уже подготовлен пункт временного размещения. Хотя есть и основания полагать, что он не понадобится. Чтобы ситуация стала чрезвычайной, вода должна подняться еще как минимум на полметра. Из Крестецкого района Вероника Корпесонова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Сегодня новый руководитель регионального управления Следственного комитета Николай Конов впервые пообщался с новгородскими журналистами. До нынешнего назначения Николай Конов руководил управлением Следственного комитета по Мурманской области. Среди приоритетов быстрое, полное и качественное расследование преступлений, соблюдение прав свидетелей и потерпевших. Уже в ближайшие дни Николай Конов составит график личных приемов, причем выездных. Он планирует посещать не только районные центры, но и маленькие поселения. Журналистов особо интересовало, какими видят новый руководитель новгородского следкома отношения с властью разных уровней. Если есть достаточные данные, они высосаны из пальца, что человек совершил то или иное преступное деяние, тем более коррупционное, конечно, они должны возбуждаться. Но Следственный комитет и Следственное управление мы не ангажированы. И не будем ангажированы ни той власти, ни этой власти. Мы решаем свои задачи. Виновен. Мы должны сделать все, чтобы его привлечь к ответственности. В новгородском следкоме работают профессионалы с хорошими традициями. Все основные поставленные задачи сотрудники выполняют. Над проблемами же будем работать, отметил Николай Конов. Сотрудники полиции задержали подозреваемого в ложном минировании жилого дома на улице Кооперативной. Об этом мы рассказывали накануне. Неизвестный сообщил по телефону в правоохранительные органы о якобы заложенном взрывном устройстве в многоквартирном доме номер 7. Но никаких взрывоопасных предметов оперативные службы не обнаружили. В результате совместного розыска полицейские сотрудники ФСБ установили подозреваемого в лжеминировании. Он был доставлен в полицию, где дал признательные показания. Более подробную информацию, например, о возрасте телефонного террориста, правоохранители предоставить отказались. Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Она предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет. Вопросы комплексного развития монопоселения обсуждались сегодня на совещании в правительстве Новгородской области. К разговору были приглашены и представители федеральных структур. Поселок Краснофарфорный в Чудовском районе – административный центр грузинского сельского поселения. С 2008 года он признан моногородом. Сейчас здесь собираются возобновить работу городообразующего предприятия, за счет которого поселок и получил статус, восстановить дом культуры, а также открыть несколько туристических маршрутов. Этот статус нам очень помогает. В настоящее время в связи с президентской программой развития моногородов России он дает преимущество нам именно в получении, в обхождении в различные программы и получении всевозможного финансирования на восстановление, на реконструкции, на благоустройство территории нашего города. Всего же в Новгородской области пять моногородов – Пестово, Краснофарфорный, Парфино, Угловка и Боровичи. Такой статус дает этим населенным пунктам возможность быть территорией опережающего развития. Они имеют льготы по налогу на прибыль, на землю, на имущество и по социальным платежам для предпринимателей. Статус территории опережающего развития получают темы на города, где есть понятная команда, где есть предприниматели, которые готовы развиваться, есть муниципалитет, который готов предпринимателей в этой работе поддерживать. Для более компетентной, слаженной работы команду будут обучать, сообщила сегодня на заседании заместитель председателя Внешэкономбанка, руководитель программы комплексное развитие моногородов Ирина Макиева. Считаем, что туда должны войти самые лучшие представители, самые интересные, яркие представители, амбициозные от моногородов, которые действительно перевернут жизнь в городе и сделают так, чтобы из этого города не захотелось уезжать. Это основная цель. Финансируют ключевые аспекты федеральной программы фонд развития моногородов. Он оказывает поддержку всем действительно интересным и амбициозным проектам. А главная задача понятна, чтобы люди были довольны своей жизнью. Кристина Масальцева, Петр Самусов, Новости, Новгородское областное телевидение. Если термин «моногород» уже привычен, то сочетание «монодеревня» пока вызывает лишь улыбку. Впрочем, жители Коростыни от такого статуса, наверное, не отказались бы. Несколько лет назад их малая родина вошла в состав шимского городского поселения. В результате, как считает местный, все стало только хуже. И теперь гордые обитатели Коростыни желают вернуть самостейность. Деревня Коростынь. Это километров 15 на север до Шимска. Вот уже 6 лет жители этого села борются с местными властями за независимость. Деревенский народ никак не хочет становиться горожанами. Чтобы вернуть автономию и выйти из состава городского поселения, Коростынь готова дойти до последних инстанций. Это наш крик отчаяния. Письмо Владимиру Владимировичу Путину. Письмо президенту писали всей деревней. Для сельчан это последний шанс. В 2010 году власти решили провести оптимизацию, в результате которой Коростынское сельское поселение присоединили к Шимскому городскому. Теперь жители формально горожане, а по факту все тоже село. Сейчас мы брошены. Просто-напросто брошены, выкинуты, как говорится. С жизнью вот так вот. Мы просто существуем. Камнем преткновения для народа стало закрытие Коростынской школы. Теперь деревенские дети каждый день ездят учиться в Шимск за 15 километров и обратно. В 7 часов подходит школьный автобус. И представляете, во сколько эти крошки встают? Маленькие детки, в которых мы воспитываем патриотизм, встают ни свет ни заря, а возвращаются в половине пятого. На решение деревенских проблем у власти попросту нет денег. После оптимизации бюджет городского поселения стал общим, а необходимость таких затрат, как оказалось, не учли. Однако шимские чиновники встают на сторону Коростыни и даже признают ошибки прошлого. Говорить о том, что это было сделано разумно, нет, конечно. Потому что Коростынское это сельское поселение, а Шимское это городское поселение. В этих поселениях совершенно разные приоритеты в своем развитии. Поддержка власти заключается в искреннем сочувствии. За последние шесть лет жизнь села заиграла новыми красками. Кто не смог выдержать свалившихся на голову перспектив, те просто уехали из деревни. Оставшиеся жители уже отчаялись, но до сих пор еще хватаются за соломинки в надежде добиться автономии малой родины. Подробнее о причинах и виновниках сельских волнений узнаете в программе «Итоги недели». Из Шимского района Людмила Александрова, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение. Сегодня состоялось заседание совета по местному самоуправлению при Новгородской областной думе. Традиционно заседание совета проводится в формате круглого стола. На повестку было вынесено пять вопросов. Ключевой темой для обсуждения стал летний оздоровительный отдых детей. Новгородская областная дума более 76 миллионов выделена. Непосредственно на детский оздоровительный отдых. А из всех источников эта компания будет где-то приблизительно более 250 миллионов, где-то 270 миллионов и больше, которые будут представлены именно в этой компании. Хотелось бы, конечно, чтобы детей отдохнуло больше, чем в прошлом году. С докладами о летней оздоровительной компании выступили руководители департаментов, а также представители территориальных надзорных органов. Председатель комитета думы по законодательству и местному самоуправлению Сергей Бусурин предложил проработать вопрос о создании в области по опыту других регионов ассоциации загородных лагерей, которая объединила бы руководителей учреждений, обеспечивающих детский отдых и оздоровление. Странная история. Такое впечатление возникло у нашего корреспондента Юлии Бабич, когда она стала разбираться в ситуации с отменой рейсов компании «Новградавто» до Чудова и обратно. Чартеры оказались очень удобны для новгородцев, которые регулярно пользуются услугами поезда «Сапсан». Расписание маршруток было состыковано с железнодорожным. Однако продлилось все чуть больше месяца. Эти пять машин куплены совсем недавно, специально для поездок в Чудово. Все они абсолютно новые. Общая стоимость больше 15 миллионов рублей. Но в рейс ни одна из них ни разу не вышла. Работали себе в убыток и, оказывается, под черным флагом. Руководство «Новградавто» обескуражено ситуацией. По словам директора, с середины февраля по просьбе регионального департамента транспорта компания запустила направление «Новград-Чудово» с учетом расписания «Сапсана» для удобства пассажиров и встречающих. Буквально через две недели на нас пошли жалобы, что мы осуществляем регулярные поездки, хотя наши поездки являются заказными, а не регулярными. Итог. Восемь штрафов, которые водителям выписали именно за незаконные регулярные перевозки. Начальник управления автонадзора пояснил, такими их сделало наличие постоянного расписания. Между тем, положенный в этом случае тендер «Новградавто» не выигрывал. Есть законный перевозчик, транспортная компания «Экипаж», которая возит людей по маршруту «Новград-Чудово». Но ее расписание не заточено под график «Сапсана», а предложений переделать его не поступало. «Сакральной жертвой «Новградавто» не является. Значит, те действия, которые мы предприняли, они лежат строго в рамках закона. Никаких иных действий и быть не может. Значит, естественно, выполняя требования закона, видя, что наши требования объективны, «Новградавто» уходит с перевозок. Делает это совершенно верно. То есть его поступок логичный, нормальный и разумный. Если у него есть какие-то претензии, он обращается в суд. Собственно, именно это «Новградавто» и сделал, обратился в суд. Что же касается позиции Департамента транспорта, то, акцентировав внимание на своей огромной занятости и намекнув, что тема не стоит большого внимания, Юрий Евдокимов все же пояснил нам ситуацию. Ространснадзор высказал свое мнение, что это идет в нарушение законодательства. Мы в этой части только искали выход из этой ситуации, чтобы проще было на стыковочных этих рейсах населению приехать в Великий Новгород. Теперь же, по словам Юрия Евдокимова, в ближайшие дни экипаж должен запустить дополнительный рейс. Он будет забирать пассажиров вечернего Сапсана и привозить в Новгород. Будем надеяться, что людям станет удобнее. Однако, если ситуация решалась так легко и законно, зачем же в середине февраля привлекалась сторонняя компания, так и осталось неясным. Юлия Бабич, Илья Круглов, Новости, Новгородское областное телевидение. В Новгородском музее изобразительных искусств сегодня открылась выставка «Россия» Ильи Глазунова. Это первая в нашем городе экспозиция картин народного художника СССР. Всего представлено 40 произведений. Народный художник СССР знаменит разнообразием жанров и образов. Особенное внимание на выставке уделено русским мотивам. На новгородской земле Илье Сергеевичу пришлось пережить годы Великой Отечественной. Наши земляки оказали большое влияние на художника и помогли ему воспрять духом в тяжелое военное время. С укладом деревенским познакомимся и с русской историей, и прежде всего с природой соприкасанного все. Она ему помогла окрепно в самый пик ленинградской блокады. Как раз отогрели его люди простые. Картину «Господин Великий Новгород» Илья Глазунов написал в середине 60-х годов прошлого века. Произведение вошло в Золотой фонд отечественного изобразительного искусства. На холсте представлен образ русской женщины на фоне собора Юрьева монастыря. Дополняет вернисаж знаменитые достоевские мотивы, пейзажи и картины с элементами коллажа. Выставка лучших работ нашего современника продлится до 2 июля. Это все на сегодня. Интересные информации вы можете поделиться по телефону нашей редакции 70-30-03. Впереди реклама и прогноз погоды на выходные. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин